Любая деятельность должна осуществляться в соответствии с законом. Первое, что бросается в глаза, на земле сельскохозяйственного назначения ведется коммерческая деятельность. Юрий Поляков поручил досконально разобраться в ситуации. У кого она? В собственности одно лицо передало другому. И третьему лицу сейчас передали субаренту. Додор мы не увидели, не выяснили. Потому что додор... Потому что его нет, скорее всего. И какой-то Денис, я взял в аренду, я там работаю. Со слов по телефону, я общался с тобой. Ну давайте, разберемся. Также материалы направлены в Росреестр и Росприроднадзор. Глава города поручил регулярно докладывать о ситуации. Еще один острый вопрос, так называемый джипинг. Экстремальная езда по пересеченной местности. Как правило, на переоборудованных советских внедорожниках. По словам начальника отдела полиции по городу-курорту Андрея Терехина, законных оснований для оказания такой услуги нет вообще. С начала года в Анапе оформили 770 административных протоколов. Как показывает практика, самый эффективный способ воздействия на таких нарушителей – постановка машины на штрафную стоянку. В городе-курорте эта мера использована в 91-м случае. Позиция наша понятна, но, к сожалению, их такое количество прибавляется постоянно. Причем из нашего анализа, проведенного, примерно 70% – это не местные жители. Это жители края, которые приезжают для того, чтобы в летнее время заработать какие-то деньги. Примерно такая ситуация. Самая жесткая мера – это постановка транспортных средств. Ну, то есть не дать работать. И потом, да, и потом аннулирование ее регистрации через суд. Тоже есть такая процедура. У нас в прошлом году 6 аннулирований регистраций прошло. В этом году еще не готов сказать, потому что процесс сам, он длительный и затяжной. Надо там все процедуры соблюсти. Хорошо, Андрей Анатольевич, работу сбавлять не будем, будем усиливать. Заместителя прошу вникнуть в эту тему. За минувшую неделю во взаимодействии с сотрудниками полиции из продажи в селе Витязево и станицы Благовещенская было изъято около 1,4 тонны алкоголя. В том числе на пляжных территориях, где торговать спиртным категорически запрещено. По поручению главы, с трасс убрали около 50 конструкций с рекламой жилья. 144 протокола составили специалисты муниципального контроля, в том числе и за нарушение правил благоустройства. Юрий Поляков потребовал обратить внимание на торговые точки, которые появляются в частном секторе вместо заборов на так называемой красной линии. Мы говорим, не стационарные торговые объекты, когда по фасаду дома снял 10 секций и поставил 10 ролет. Вот передайте ему, пусть занимается этим вопросом. Ваша задача все это оформлять и отправлять на административную ответственность. Пополнять бюджет. В муниципалитете напоминают, что краевые власти внесли поправки в региональный закон. Предупреждений теперь не будет. За нарушение правил благоустройства для граждан предусмотрен штраф от 3, а при повторном нарушении до 5 тысяч рублей, для должностных лиц до 10, а для юридических до 50 тысяч рублей. Выписывать протоколы можно будет по одному каждые сутки. Таким образом, 24 часа незаконной торговли теперь могут в прямом смысле дорого стоить. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.